23 августа 1941 года Главное командование Вермахта Секретно На основании директивы Верховного командования Начать массированное наступление на Москву в обход с востока Главный удар в направлении Танков, Касимов, Горький Четыре танковые группы Восточного фронта Объединить группу танковых армий Под командованием фельдмаршала Кесельринга Танки Гудриана должны выйти к Мураму Группы Готта и Фон Клейста взять Арзамас Группе Гепнера через Кстова выйти к Волгу Совместным ударом захватить Горький, Держинск, Владимир И одновременно с атакой группы армии Центр с запада, с востока взять Москву Примерно так могло быть Считают авторы книги Упущенные возможности Гитлера Изданные 20 лет назад в Лондоне Но вышло иначе Советское командование рассматривало танковый прорыв немцев как реальную угрозу Иначе невозможно объяснить строительство в Горьковской области земляных укреплений от Татинца до Мурома Кроме противотанковых рвов трехметровой глубины устраивались огневые точки Бетонные надолбы, завалы испилены деревья, сваренные из обрезков рюс противотанковые ежи А вот налет юнкерсов и хенкелей на город Горький в ночь 4 на 5 ноября 1941 года не был фантастикой На первой полосе Горькой коммуны есть информация о налете советских самолетов на вражеский аэродром Есть сообщение о воздушном налете на Москву И ни слова о том, что в эту ночь от немецких бомбардировщиков серьезно пострадали заводы имени Ленина, двигатели революции и главным образом автозавод В эту ночь в Горький пришла настоящая война, унеся сотни жизней На город заходили сотни самолетов И те, кто прорывался, выводили из строя не только цеха, но и главный конвейер Красной армии не хватало танков А Горьковский автозавод как раз в это время освоил выпуск легкого танка Т-60 И стал одной из главных мишеней вражеской реакции Петр Шавурин на высоте 8 тысяч метров атаковал Юнкерс-88 Ударив бомбардировщик винтом и сей плоскостью своего истребителя МиГ-3 Это был первый таран над городом, в котором родился автор первого в мире воздушного тарана Петр Николаевич Нестер Остатки немецкого бомбардировщика на главной площади города Возле памятника Чкалова Развалины автозавода Восстановление цехов Возрождение производства в кратчайшие сроки Горьковские танки на Курской дуге Коренной перелом в Великой Отечественной войне Было так А разве могло быть иначе? Генерал-фельдмаршал Альберт Кесселеринг Был приговорен британским трибуналом к смертной казни Которая позже была заменена пожизненным заключением Генерал-полковник Герман Готт По приговору Нюрнбергского трибунала получил 15 лет тюрьмы Вышел на волю в 1954 Генерал-полковник Гейнсвельгельм Гудериан С 1946 по 1948 провел в тюрьме Вплоть до кончины в 1954 писал мемуары Генерал-полковник Эрих Гёпнер Участник погушения на Гитлера Повешен в тюрьме в Плицензее в Берлине 8 августа 1944 И только фельдмаршал Эвальд фон Клейст Добрался до Владимира В ноябре 1954 года Скончался в камере Владимирского централа Где отбывал 25-летний срок заключения По приговору военной коллегии Верховного суда СССР ПЕСНЯ Нерушимой силой Поворотой стальной разгромим Уничтожим врага Нерушимой силой Поворотой стальной разгромим Уничтожим врага Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok